теперь с другой стороны тот же брейк-данс это казачьи пляски казачьи пляс по сути да музыка поменяешь музыку и все и уже другое это как видео где-то когда на конкурс этих брейк-дансеров пришел казак да и перетанцевал там всех брейк-дансерах просто в хлам хочу обратиться к подрастающему поколению друзья вы будущая сила нашей страны девчата вы будущие матери нашей страны чем вы сейчас здоровее образ жизни будете вести тем здоровее будут ваши дети тем больше радости они вам принесут тем что они будут здоровы крепкие радостные и счастливы завязывайте да вы с этими попойками до курением неблаго это дело можно спортом заниматься нужно спортом заниматься сейчас он девчонки все сутулы ходят чех сутулы ходят а сколько они раз на турнике подтянуться могут ведь буквально еще 15-20 лет назад на физкультуру ходили в школах на турниках подтягивались и осанка была лучше культуру свою в надо вспоминать сейчас не в тренде культуру вспоминать не в тренде это как раз сейчас в тренде становится становится только в тренде сейчас только самая такая продвинутая молодежь интересуется трезвая россия там бросает пить кури там культуры интересуются сейчас в питере там хороводы в один несколько тысяч там вот интересно же молодежи с нового нового начинается основная там масса основная масса подтянется вот молодежь 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 мы все дети там родители это на это надо чтобы родители детям рассказывали родители детей хочу рассказать хочу рассказывали сказки хотя бы рассказывали брали взяли поехали купили в В магазине Пушкина сказки. Да рассказывали. Сказки Пушкина. Так, хорошо. Почему именно сказки Пушкина, а не Машу и Медведь надо смотреть? Маша и Медведь тоже сказки там рассказывают. Переделано. Это не сказки. Искажения. Искажения. Искажения сейчас в резкости на тебе. Потому что ты там далеко лег. Родители не задумываются, о чем там показываются. Какие там закладываются стереотипы поведения. Поведение в первую очередь девочки. Там же девочка основной герой. Ну и Медведь, который терпит все выходки этой девочки. Девочка привыкает к этому. Она вырастет. Она так же самая будет себя вести взрослая. Она будет считать, что ее выходки должны терпеть. У меня дочки когда смотрели, вот они так же дрались. И будут. Это стереотипы. Я вот пока не перестал показывать. Стереотипы поведения. Ну. Ну как минимум взять до сказки. Да ладно. Вот хотя бы не идти в библиотеку там или в магазин не покупать эту книжку. В интернет зайти до аудиокнигу скачать. Этих же сказок. Да сейчас в интернете много аудиокнигу. Скачал Пушкину. И детю поставил. Папе Римскому задали вопрос. Как вот у нас сейчас поколение потерялись. Как детей воспитывают сейчас. Он сказал смотрите советские мультики. Показывайте им советские мультики. Представляешь? Ну вот. А у нас еще не до конца потеряно. Поэтому надо показывать советские мультики все равно. А там же есть тоже фигня всякая. То есть. То есть в начале родители обязаны привить своим детям любовь к тому месту, где они живут. К той стране. Вообще культурой должно заниматься, конечно. Должны не мы заниматься. Культурой должно заниматься правительство. Нет. Мы должны этим заниматься. У нас отдел культуры выделяется миллиарды на съемки всяких фильмов. Ну это все. Да. Викинг. Какого прочего. Лжи. Понимаешь, миллиарды и будет денег наших. Непонятно на что. А мы сидим с тобой. Ну. Потому что. Мы сидим говорим про культуру. А они там деньги выделяемые берут и снимают всякую херню. А нам надо организовывать, значит, культурное сообщество. Ведь много есть разных сказок хороших. Книг интересных. Почему бы не снять по ним, хотя бы мультики сделать. Вот та же книжка «Русь изначальная» от Иванова. Когда-то я ее прочитал. Потом фильм решил посмотреть. Вот фильм, он же урезан был настолько, что просто смотреть неинтересно. Основные моменты, ну как бы и были некоторые идеи, которые там остались. Книжка и фильм. Но в книге там же все намного шире. А что там не сказали в фильме? Да все там не сказали. Да? Все не сказали. Все не сказали? Все не сказали. А вот если сделать мультик многосерийный, вот тебе и «Русь изначальная». Чтобы были люди, которые умеют организовывать. Люди, которые умеют находить связи хорошие. И делать культурное движение. Надо начинать с детей. Это я точно знаю. Детей надо прививать к культуре. К своей культуре. Сейчас очень многие родители своих детей прививают к культуре чужеродной. Американской, индийской. Кто-то удивляется, почему такие проблемы? Да, там восточные культуры всякие разные берут. Африканские культуры, не знаю. Любые культуры берут. Те же танцы идут танцевать, и они отдают их на какие-то брейк-дансы. Да, это хорошо. Это классная физическая подготовка.